здравствуйте друзья понедельник сегодня и хотел сказать что я все выходные сидел в фейсбуке потому что вдруг обнаружилось что за пару лет у меня там набралось много писем а я как-то вообще фейсбуком то и не пользуюсь ну то есть я знаю что надо иметь аккаунт ну я завел себя когда-то там аккаунт и он есть и поскольку никто меня особо никогда не беспокоил соответствие туда и не заглядывал а тут пошел и смотрю за два года и сначала я шел назад то есть вот от сегодняшнего дня отвечал тем кто там написал но в январе этого года потом в декабре 14 в ноябре 14 и так далее шел 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 и разгреб практически весь 14 год потом что-то я поменял порядок и стал идти с другой стороны от самых первых и где-то там я в тринадцатом году и в 12 в общем страшное дело и там знаете как то перед глазами встала жизнь последние пару лет там люди спрашивали что-то про заполнение анкеты на green card лотерею это вот еще относительно недавно а например полтора года назад когда мы со светланой были в киеве но это был конец апреля тринадцатого года и там люди говорили о я могу ли я прийти на встречу я знаю что вы там сейчас в киеве вот такие были я думаю черт возьми знаете осадок такой грустный потому что сколько упущенных вот что ли контактов возможности как-то подействовать полезным образом там ответить на вопросы ну что делать там даже были такие два одно было приглашением в какую-то программу телевизионную на украине там вот некий господин балашов вот он вел эту программу про бизнес что ли и я собственно откликнулся я бы народ если еще не поздно то я в принципе тут но это было ровно два года назад ровно это было в январе тринадцатого года и мне говорят сейчас уже нет такой программы там вот оставь имел там случае чего я и был оставил потом значит еще меня в какое-то радио приглашали ну с радио мы сейчас вот как раз списались и вроде бы наверное что-то получится я не знаю ну я что последний раз на радио выступал лет боюсь соврать 78 назад тут на местном сан-франциско такое было русское радио но как-то она прекратила свое существование коллектив проходил у меня потом обучение на тестировщиках поэтому так вот больше у меня с радио что-то не получал но и в общем столько историй человеческих вы вы не представляете я уже там некоторые уже проехала уже понятно что проехал а некоторым я говорю ну если вопрос еще актуален то отзовись я я поучаствую в общем такое грустное ностальгическое действие происходило думаю черт возьми а чего же они в фейсбуке то на меня написали бы в комментариях там где-нибудь или написали бы в личке на ютюбе я там много времени провожу там тоже не промахнешься но особенно в личке то что если не промахнешься в массу народу просто так вот спасибо говорят тоже немножко неожиданно вроде но живет человек и живет и вдруг куда есть потребность сказать спасибо это это в общем трогательно на самом деле и довольно много вот просто не спрашивает ничего а просто где спасибо иногда иногда говорят спасибо потом вопрос а тут просто спасибо вот и и тоже насмотрелся а несколько человек меня в чем-то обвиняли в основном обвинения сводились к тому что я еврей вот ну что ж тут сделаешь то вот такой есть значит ну как будто я его звал там мои видео слушать ну неважно смотреть что еще даже не знаю я думаю может у меня где-нибудь еще какой-нибудь аккаунт я например вконтакте совершенно никогда не хожу хотя аккаунт у меня там есть и на самом деле вот уже несколько дней у нас работает женщина из харькова она удаленно работает и как раз вот в ее обязанности входит все это общение в социальных сетях поддерживать и она потихонечку будет отвечать на вопросы там где может там где мое присутствие не обязательно там очень много вопросов про школу про стоимость курсов про то где посмотреть когда начинается и так далее и в общем повторяющихся много вопросов поэтому я думаю что будет очень здорово когда кто-то регулярно станет отвечать и вот она в частности и светлана зовут она говорит михаил у вас там фейсбуке не отвеченных там этих писем какое-то чудовищное количество я думаю надо но я и не знал вот так что у нас теперь появляется такой как как сказать контент менеджер но и даже не можно назвать ассистентом вот у меня появляется ассистент по общению в социальных сетях так что зовут светлана у нее будет отдельная регистрация и когда она будет отвечать вы будете знать в общем то она она отвечает в тех рамках которых мы как бы договариваемся что она отвечает не от балды то то есть это ответ который я бы дал если бы сам отвечал вот примерно такие новости я только еще напоследок скажу что сразу после нового года я когда проект приколы ютюба там рассказывал что вот вдруг начиная с первого января резко увеличилась подписка ну количество подписчиков в день там и так далее и я думаю что это вдруг но мысль была такая что люди там не ходят на работу гуляют празднуют смотрят телевизор смотрят youtube развлекается соответственно больше так сказать возможности нас увидеть и я все ждал когда кончится вот этот период так сказать затяжного гуляния но надо сказать что период кончился а трафик не стал меньше ни трафик не подписка я думаю что наверное с первого января на ютюбе вступили в силу какие-то новые сеттинги фишки и настройки там и и вот в силу этого оно произошло так так мне кажется вот просто раз мы начали эту тему когда-то так я ее уже вот и завершаю ну хорошо значит мы переходим к другому вопросу а на этом мы с вами прощаемся